Прошедшая неделя не была богата на какие-то чрезвычайные события, но, собственно, может быть и слава Богу, пожалуй, что самым громким событием прошлой недели было начало настоящей зимы. Как обычно у нас бывает, совершенно внезапно и без предупреждений неожиданно в Уфе выпал снег, температура упала ниже нуля, машины заскользили вниз по улице Карла Марса, собираясь в кучу в районе железнодорожного вокзала. Ну, в общем-то, к этому мы все уже начинаем привыкать. А то, что касается существенных событий прошедшей недели, помимо климатических явлений, то, пожалуй, что нужно начать с событий, связанных с Советом по правам человека, тем самым пресловутым органом, который был создан сразу после выборов дорогого Радио Фаритовича на пост главы республики. И вот что происходило с СПЧ на прошедшей неделе. На прошедшей неделе Совет по правам человека должен был собраться на пленарное заседание, это такое мероприятие, куда собирается весь Совет в целом, и еще теоретически приходит глава республики, и они там обсуждают ситуацию с правами человека, но не случилось. По какой-то из причин, там, то ли Радио Фаритович не мог, то ли Совет по правам человека не смог, в общем, перенесли это заседание. А камнем преткновения на самом деле являлось то, что Совет по правам человека либо должен был высказаться, либо не должен был высказаться в защиту Айрата Дельмухаметова. Мнения очень сильно разделились. Лоялистическая часть, или, как правильно сказать, лоялистская часть этого Совета, те, кто припали, как говорится, к вымени действующей власти, я имею в виду всяких там Кобзонов, Гайсиных и прочую, значит, нечисть, они требовали того, чтобы Совет по правам человека не вступался за Айрата Дельмухаметова, не высказывал свою точку зрения. Непосредственно сама Гайсина на обсуждении этого вопроса, например, говорила о чем мы говорим, он же террорист и так далее, и так далее. Судя по всему, будучи юристом, госпожа Гайсина уже вынесла приговор Айрата Дельмухаметова, но, в общем, мнения разделились. В итоге, я так понимаю, что Совет по правам человека не будет ходатайствовать о смягчении санкции в отношении Айрата Дельмухаметова, однако часть Совета по правам человека, определенные члены этого органа, высказали собственное мнение и, я так понимаю, в получастном порядке или в частном порядке высказались за то, чтобы санкция в отношении Айрата Дельмухаметова была смягчена. Я перечислю тех, кто осмелился, тот, кто набрался смелости пойти поперек мнения властей из числа Совета по правам человека. Это Руфа Рахимова, это Руслан Валиев, Наташа Павлова, Валериан Гагин, Альмира Жукова, Сергей Лаврентьев и Ильдар Исангулов. Почему-то в этом же списке перечисляют и Арсена Нуриджанова, который примкнул к этой группе, не будучи членом СПЧ, но, видимо, Арсен претендует на участие в этой странной организации. В общем, получается так, что Совет по правам человека решил защищать права человека не в полной мере и не в полном составе. Я выскажу свою точку зрения в отношении Айрата Дельмухаметова, потому что меня очень много об этом спрашивают, потому что меня просят об этом высказаться. Я знаком с Айратом Дельмухаметовым, и мое мнение по этой ситуации следующее. Я абсолютно уверен, что санкция воздействия на Айрата Дельмухаметова на фоне тех деяний, которые ему вменяются, абсолютно избыточна. Нельзя держать человека в заключении столь длительный срок, причем без заключения на фоне предварительного следствия и так далее, только потому, что он что-то сказал и написал где-то там чуть ли не полтора года назад, при том, что сказанное им и написанное им не дало никаких существенных последствий, я имею в виду, не случилось никакой революции, не произошел никакой теракт, никто никого не застрелил, не убил, и вообще сомнительно, и все еще не доказано судом, что вот эти высказывания были, ну там, скажем так, криминальными и подпадали под те статьи, которые вменяются, хотя бы потому, что суда еще не произошло. То есть это только предположение следствия. И на фоне предположения следствия Айрат Дельмухаметов уже много месяцев сидит в заключении. Это моя точка зрения. Я считаю, что в подобных ситуациях, в подобных случаях вполне достаточно санкций, связанных с домашним арестом и не связанных с лишением свободы. Я не думаю, что Айрат Дельмухаметов стремится покинуть Россию или Башкирию и уйти от следствия и так далее, и так далее, ну что является обычно причиной для того, чтобы накладывать санкции, связанные с лишением свободы. И, в общем, тут я, конечно, полностью на стороне той части Совета по правам человека, которая высказалась за избыточность санкций, избыточность вот этих вот превентивных мер в отношении Айрата Дельмухаметова. Еще об одном громком судебном процессе. Я имею в виду о процессе господина Филиппова и господина Гореева заговорили опять на прошедшей неделе и речь идет о том, что фактически судебное следствие закончено и прокуратура объявила о том, что она требует для господина Филиппова наказания в виде лишения свободы на 8 лет. Для господина Гореева, его, как говорится, подельника или человека, проходящего по тому же делу, прокуратура потребовала 7,5 лет лишения свободы. Безусловно, существенные такие наказания. Филиппов возопил в ответной речи на это заявление прокуратуры о том, что не всегда за убийство столько дают в Российской Федерации. Но это вопрос такой, прямо скажем, философский. Я бы отметил такую вещь, что, например, если проводить параллели между делом Айрата Дельмухаметова и Александра Филиппова, тут бросается в глаза сразу следующее, что, несмотря на то, что господину Филиппову вменяют достаточно существенные нарушения уголовного законодательства, которые теоретически влекут за собой такие вот большие сроки и так далее, Филиппов ни минуты не провел в камере. Он никогда не был арестован или заключен под стражу их, несмотря на то, что уже многие-многие, пожалуй, годы, уже, пожалуй, несколько лет идет это разбирательство. Тем не менее, Филиппов никогда не ограничивали в свободе. Несмотря на то, что он весьма себе подвижный мужчина, способный покинуть не только территорию Башкирии, но и территорию Российской Федерации, вероятнее всего, обладающий достаточными финансовыми средствами для этого и так далее, его никогда не лишали свободы на фоне и судебного разбирательства, и следствия, и так далее. При том, что Айрат Дельмухаметов уже много месяцев сидит в СИЗО, хотя он ничего нигде ни у кого не украл, нигде никого не обманул, никаких должностей не занимал, ничем не, говорится, не воспользовался в злонамеренных целях, а всего лишь что-то там написал или сказал в интернете. Вот сопоставляя эти два уголовных дела, конечно, вот такие вещи бросаются в глаза. В общем, возвращаясь к Филиппову, прокуратура затребовала вот такие вот огромные сроки наказания, реального лишения свободы, окончательное решение суд вынесет почему-то 28 ноября. Очень странно, такой вот разрыв между последним заседанием судебного следствия и вынесением приговора целый месяц. Я не знаю, для чего это нужно, может быть, там идет какой-то торг, может быть, там идут опять какие-то процессы, о которых мы не знаем. Злые языки говорят, что этот месяц дан на то, чтобы собрать выкуп. Я, конечно, в это не верю. Я верю в честность и непредвзятость российского правосудия. Ну, в общем, до 28 ноября придется ждать решения судьбы Александра Филиппова и его подельника господина Гореева. В общем, вот такие вот огромные санкции запрошены прокуратурой в отношении Филиппова Гореева. Интересно будет посмотреть, насколько возможно повторение истории с господином Носковым. Помним, да, что изначально господину Носкову прокуратура затребовала 11 лет лишения свободы, потом 9, в итоге Носков получил 0. Я думаю, что в этот раз, конечно, прокуратура Республики Башкортостан, несмотря на то, что она пока еще никем так вот физически не возглавляется здесь в Башкирии, я думаю, что она предпримет все меры для того, чтобы не опростоволоситься второй раз в столь громком деле, потому что, ну, если Филиппову и Горееву не дадут реальных сроков или хотя бы не дадут обвинительного приговора, то, конечно, авторитет прокуратуры в системе правоохранительных органов и надзирающих органов Республики Башкортостан пошатнется в очень существенную. Так уж получается, что сегодняшний выпуск больше похож на какую-то криминальную сводку, но что делать, если практически все главные новости прошедшей недели были связаны либо со следственными действиями, либо с судами, либо еще с какими-то событиями, в которые были вовлечены предполагаемые преступники и настоящие правоохранители. Так вот, на прошлой неделе, 30 октября, с утра рано-рано, Следственный комитет в сопровождении с группой поддержки и даже с автоматами прибыли на Советскую площадь с Государственный комитет по строительству и архитектуре и произвели обыск в кабинете заместителя руководителя Государственного комитета по строительству и архитектуре Республики Башкортостан Артема Ковшова. Достоверно неизвестно, присутствовал ли при обыске сам Артем Васильевич, однако на некоторое время он выпал из информационного пространства, невозможно было до него дозвониться, найти его. Начались предположения о том, что либо он арестован, либо покинул пределы Республики и страны. Кто-то уже там начал говорить о том, что Артем Васильевич убежал в Австрию почему-то, но на самом деле нет. Через двое суток Артем Васильевич был обнаружен на рабочем месте. Не сказать, чтобы бодрый, но вполне себе работающий. История тут странная. Изначально, когда начал происходить этот обыск, буквально мгновенно сразу в некоторых СМИ появились данные о том, что этот обыск связан с крымским санаторием, который подарен Республике Башкортостан, и который вот этот санаторий Республика Башкортостан безуспешно реконструирует, восстанавливает и так далее, и так далее. И там огромные какие-то суммы назывались, что изначально это было 300 миллионов, потом 500, сейчас уже 800, и дальше уже там уже миллиарды пошли и так далее. И вот информация СМИ пошла именно на тему этого санатория, что господина Ковшова обыскивают в связи с этим санаторием. Однако, как выяснилось последствия, это было совсем не так. И лично сам Артем Васильевич прокомментировал, что следственные действия были связаны с каким-то давним-давним делом в Уфимском районе, в котором он трудился в предыдущие годы, и следствие идет по вопросу какого-то законного-незаконного выделения кому-то земельного участка. В общем, история странная. Вот почему. Потому что вот эти самые СМИ, названия которых я пока не буду называть, которые поспешно опубликовали информацию о вот этом санатории и привязанности Ковшова к этому санаторию, безусловно, не могли выдумать сами эту историю. Безусловно, им кто-то ее подбросил. Ну, был ли это Следственный комитет, или кто-то там из людей заинтересованных, я не знаю, но здесь начали действовать какие-то вот эти вот нехорошие механизмы информационных войн, когда дело еще не сделано, обыск еще не прошел, а СМИ уже получают наводки вот на такие вещи. Я думаю, что в ближайшие недели станет понятна причина вот этого вот взаимодействия следственных органов, СМИ, и связано ли это каким-то образом со следствием в отношении Ковшова, если это давнее-давнее дело по Уфимскому району, связанное с документами выделения земли, зачем было приводить в Госкомитет автоматчиков и вообще вот устраивать вот это все как бы показательно и очень громко, зачем надо было блокировать там этаж, не допускать до рабочего места там господина Родина, ну и прочие-прочие там подробности, то есть все было так очень показательно сделано. Не знаю, будем смотреть, будем ждать. Еще одна нехорошая история произошла на прошедшей неделе. Я имею в виду предположение некоторых анонимных телеграм-каналов о том, что компания СОДА выплатила мне какую-то неимоверную сумму за то, чтобы я не обсуждал вопрос Куштау. На прошедших неделях, даже не на одной неделе, а на нескольких, в Башкирии развернулся вот этот флешмоб «Мы за Куштау». И, видимо, то, что я не высказывал свою точку зрения в отношении этой ситуации и породило вот эти предположения. Я, конечно, с иронией отношусь к предположению о том, что СОДА там выделила какой-то гигантский бюджет на то, чтобы я там молчал на эту тему. Наверное, не так уж масштабная моя фигура, чтобы непосредственно отдельно ее финансировать из черных касс этой организации. Кстати говоря, даже прозвучали некие оценки этой операции по подкупу меня в отношении Куштау. Кто-то назвал цифру в 5 миллионов рублей. Я, конечно, был дико польщен. Есть еще одно смешное предположение о том, что деньги действительно были выделены, но похищены средним звеном менеджмента. Так что, если это случилось так, то, Марина, смотрите, там непорядок в вашем датском королевстве. В общем, проверяйте свои финансовые документы. До меня ваши деньги так и не дошли. И потому, что все это происходило, я выскажу свою позицию по Куштау, чтобы не было никаких сомнений, разночтений подобных постыдных предположений. Моя позиция следующая. Я, конечно, против разрушения памятников культуры, памятников природы и прочих памятников. В любом случае и при любых обстоятельствах против. Но хотелось бы понять, существует ли альтернатива разработке Куштау с точки зрения сохранения производства. К сожалению, до сих пор в открытом пространстве не существует окончательно убедительной версии о том, что существует другой способ сохранения этого производства. Существует масса всевозможных предположений, заявлений, теорий и прочих и прочих продуктов человеческого разума на эту тему. К сожалению, не существует в открытом пространстве, в доступном пространстве, внятного, последовательного доказательства того, что существуют технологические возможности избежать разработки каких-либо залежей вот этого известняка. К сожалению, до конца не определено, существует ли где-то в другом месте, в ближайшем пространстве от комбината источники этого известняка еще кроме шаханов. Вот эта неорганизованность, неопределенность противников разработки Куштау, на мой взгляд, и является самым уязвимым местом в этой полемике. Логика Соды, к сожалению, абсолютно понятна. Вот источник известняка, вот производство, вот гигантские деньги, которые извлекаются из этого производства, и что нам делать, как нам быть. Противники разработки шаханов, к моему великому сожалению, не могут внятно изложить альтернативы. Есть всякие предположения, опровержения, существует масса всевозможных истеричных заявлений, но нет четкого, спокойного, понятного технологического плана, который бы опроверг технологический план Соды. Вот на это, на мой взгляд, нужно обратить внимание. Некие попытки все-таки предложить что-то Соде предпринимал Марс Сафаров, однако там тоже все не до конца убедительно и не до конца обосновано. Хотелось бы, чтобы какие-то внешние независимые авторитетные силы все-таки дали оценку тому, существует эта технологическая альтернатива или не существует. Вот это будет переломным моментом в судьбе Куштау и в судьбе вот этого спора. Если кто-то авторитетный, по-настоящему всерьез и последовательно докажет, что существует другой технологический путь, тогда вот эта идея с разработки Куштау придет крышка. Потому что действительно уже заговорили о том, что и лицензия выдана как-то не совсем понятно, с какими-то там предполагаемыми нарушениями и прочее, и прочее. Действительно все эта картина выглядит не очень красиво. Там вот это засекречивание лицензии через какое-то время после выборов она всплывает на поверхность. Действительно очень нездорово. Роль Хабирова в этой истории тоже непонятна и неприятна, если честно. Очень многим его сторонникам и почитателям выглядит она как-то немножко постыдно, прямо скажем. В общем, если эта полемика выйдет на серьезный уровень, тогда есть шанс спасти Куштау. А если не выйдет, все это останется криками, шумом, гамом и бесконечной полуполитической возней. Новости долевого строительства. На прошедшей неделе случилось несколько событий, связанных с долевым строительством, с проблемами долевого строительства. Первое это заявление Башинформа о том, что в Башкирии выделено аж целых 175 миллионов рублей на проблему обманутых дольщиков. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию, и вот почему. Понимая количество проблемных объектов, и если разделить вот эту странную цифру 175 миллионов хотя бы равномерно между количеством домов, вовлеченных в эту проблему, получим настолько ничтожную сумму, что ее недостаточно даже для покупки одной квартиры. Зачем нужно было говорить об этих 175 миллионах так помпезно и громко, что я не понимаю. То есть раздразнить тех, кто понимает, или успокоить тех, кто не понимает. Я не могу сказать, что послужило причиной для этой публикации. Скорее всего, конечно, углубляющийся непрофессионализм в этой сфере в сфере государственных СМИ. Следующим заметным событием, которое произошло на прошедшей неделе, случилась голодовка дольщиков Серебряного ручья. Четыре обманутых дольщиков десятого дома объявили голодовку, требуя достроить их дом. И все это произошло на фоне того, что на прошедшей же неделе руководство застройщика огласило наконец свои планы по достройке девятого и десятого домов Серебряного ручья. Было заявлено, что девятый дом компании Рассвет обязуется достроить до 20 ноября, а десятый дом до 20 декабря 2019 года. То есть буквально через месяц уже меньше должны достроить девятый дом, и через полтора-два месяца достроить десятый дом. На этом фоне совершенно непонятна эта акция с десятым домом. там есть какое-то предположение, что деньги от продажи коммерческой недвижимости десятого дома идут на достройку девятого дома. Но дело в том, что девятый, десятый дом в жилом комплексе Серебряный ручей, это взаимосвязанные дома, взаимосвязанные инфраструктурные, взаимосвязанные территории. То есть тут, конечно, вот это предположение не выдерживает никакой критики, а также случился конфликт внутри вот этих вот групп обманутых дольщиков Серебряного ручья. В общем, все это напоминает какую-то корпоративную войну. Опять туда, значит, там втянули или не втянули, почему-то упоминают госпожу Гайсину, которая как будто бы участвует во всех этих процессах. Напомню, что мадам Гайсина настаивала на банкротстве Серебряного ручья и предлагала ввести это банкротство и так далее, и так далее. В общем, конечно, история непонятная и, на мой взгляд, просто глупая. Если даны обязательства в ближайший месяц завершить девятый дом, а в ближайшие два месяца завершить десятый дом, то, на мой взгляд, целесообразно было бы дождаться этих дат и потом уже делать вот эти глобальные выводы о достоверности и недостоверности этих предположений. Также, судя по всему, лукнуло терпение дольщиков и пайщиков, жителей, и там, не знаю, как их называть на самом деле правильно, в Менделеевском треугольнике. На прошедшей неделе со стороны участников долевого строительства этого объекта последовало заявление о том, что они требуют внятного объяснения планов муниципального застройщика, который зашел на их площадку. Дело в том, что там ничего не движется уже последние полгода, как минимум. напомню, что весной пайщики, дольщики Менделеевского треугольника выступили с акцией, обратились к Путину, вывесили там гигантский баннер на фасаде, потребовали решения их проблем, их тут же начали успокаивать, умолять, просить ничего не делать до выборов, они согласились, в итоге после выборов у них также ничего не происходит. В общем, теперь их терпение лопнуло, они заявили о том, что если к понедельнику ближайшему, ну, видимо, ко вторнику, так как понедельник выходной, они не получат снятного объяснения планов их застройщика, они начнут уже действовать в протестном ключе. Дело в том, что дольщики, пайщики этого объекта выяснили, что вот этот муниципальный застройщик, который теперь назначенным спасителем, вовсе не так благополучно себя чувствует, что там есть некие проблемы с задолженностями всякими юридическими финансовыми вопросами, и у дольщиков закралось подозрение, что у этой организации недостаточно сил, ресурсов и возможностей для того, чтобы достроить их многострадальный дом, который, напомню, уже более 10 лет стоит недостроенным. Ну, и Миловский парк. В Миловском парке вообще происходит что-то совершенно непонятное. На фоне того, что там практически ничего не происходит, на фоне того, что опять заключен под домашний арест главный виновник всей этой истории господин Комлев, председатель Государственного комитета по строительству и архитектуре господин Ахмадуллин на прошлой неделе сделал громкое заявление. Он заявил, что до 1 декабря 2019 года он готов предоставить жилье 381 дольщику Миловского парка. Как это будет сделано непонятно. До 1 декабря остается месяц. И на что рассчитывает господин Ахмадуллин мне, например, непонятно. Если речь идет о выделении квартир в ЖК молодежный, то тут, конечно, масса сомнений готовности этого комплекса. Кроме того, есть масса сомнений в юридических механизмах передачи этих квартир от, условно говоря, Миловского парка к ФЖС, который достраивает ЖК молодежный. В общем, неплохо было бы объяснить механизмы, которые подразумевал господин Ахмадуллин. Безусловно, всего месяц осталось ждать для того, чтобы понять, насколько он сдержит свое слово. В общем, Миловский парк, конечно, это традиционно уже такая болевая точка долевого строительства. хотелось бы понять, что там происходит, но на фоне вот этого замалчивания ситуации, конечно, становится все более тревожно. В предыдущем выпуске, в котором мы рассказывали об оперативном совещании в правительстве, был сюжет о мусорной реформе, о докладе на эту тему, о том, как семимильными шагами республика Башкортостан движется к мусорному раю. И, к моему великому удивлению, мы получили довольно интенсивную и довольно качественную обратную связь из районов республики Башкортостан. Люди прокомментировали, насколько недостоверно был доклад вот этот вот на оперативном совещании. В частности, речь идет о, во-первых, суммах сбора за вывоз мусора в сельской местности. Республиканские власти утверждают, что в сельской местности они берут по 35 рублей с человека за вывоз мусора. Довольно большое количество наших зрителей написали в комментариях и на почту о том, что в сельской местности и в районах республики Башкортостан это совсем не так. В частности, село Таниевка Стерльтамакского района, сбор мусора 70 рублей, контейнеров нет, ужас, пишет нам Михаил Николаев. Константин Гурабов пишет, что в Ермикеевском районе в селах повсеместно собирают по 70 рублей. Вали Валиевич пишет нам, что в селе Староболтачево собирают за вывоз мусора тоже по 70 рублей. Рамиль Хайрулин село Исенгулова сообщает, что в Исенгулова тоже сумма сбора за мусор 70 рублей и мусор не вывозят, а сжигают его. Что, собственно, наверное, существенным нарушением. Татьяна Ломодурова село Березовска Бирского района тоже сообщает нам, что в сельском местности в этом селе собирают за сбор мусора, за вывоз мусора по 70 рублей. О чем это говорит? Это говорит о том, что либо республиканские власти, республиканское ведомство, вот эта природоохранная, которая отвечает за сбор мусора и организацию всей этой мусорной реформы, искажает данные о ситуации реальной, либо сам министр экологии и природопользования не обладает достоверными данными о том, что происходит реально на местах в селах и деревнях республики Башкортостан. Судя по всему, необходим какой-то механизм мониторинга, сбора достоверных данных, а не вот этого лукавого инцидента, который отфильтровывает и оставляет только приятные новости для дорогого радио Фаритовича, а все негативное блокируется, закрывается и банится. Не в первый раз мы получаем в качестве реакции на передачи о каких-то докладах и каких-то реляциях мы получаем из районов и городов опровержение этой ситуации. Это говорит о том, что информация у властей либо искажена, либо они сами ее искажают. Я имею в виду конкретный случай с вот этой мусорной реформой. Министр говорит о том, что в деревнях мы берем по 35 рублей и мы получаем шквал новостей о том, что на самом деле в деревнях и селах берут по 70 рублей. И вот на фоне этого противоречия у меня появилась мысль создать некую систему по сбору информации по конкретным темам и проблемам информации из районов и городов Республики Башкортостан. А для того, чтобы обезопасить наших корреспондентов от возможного воздействия и возмездия со стороны районных и муниципальных властей, мы сделаем эту систему закрытой, устроим ее так, что информация о корреспондентах будет храниться только у нас, а мы будем собирать данные и оглашать их обобщая и получая их из городов и районов. В общем, эта идея появилась, мы ее сейчас начнем реализовывать, будем советоваться со своими подписчиками и корреспондентами о том, как ее устроить так, чтобы это было удобно и сбор информации был полноценным. В общем, движемся вперед и получаем правдивую настоящую информацию о ней информацию из Министерства экологии и природопользования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова